В рамках месячника по оборонно-массовой и военно-патриотической работе за веру Кубани Отечества в Славянском районе проходят различные мероприятия, посвященные памятным датам в истории нашей страны. В них активно принимают участие школьники Славянского района. Так, учащиеся 18-й школы в преддверии годовщины вывода войск из Афганистана встретились с членами организации Союза ветеранов Афганистана и участников локальных войн. Всех, кто волей судьбы побывал в Афганистане, вспоминают 15 февраля. Именно в этот день были введены последние военные части Советской армии из сопредельного государства. Это день памяти всех россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В преддверии этой памятной даты учащиеся 9-х классов 18-й школы встретились с участниками той войны. Сегодня в преддверии памятной даты вывода войск из Афганистана наши ребята, 9-ти классники, встречаются с нашими гостями. Свидетелями и участниками тех боевых событий. Гости уже здесь. Ребята по звонку зайдут на мероприятие. Они подготовили творческие подарки для наших гостей. Ну и, конечно же, изучали эту тему перед тем, как встретиться. Общаясь со школьниками члены славянского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и участников локальных войн, Игорь Востриков и Михаил Бойко рассказали о службе, о подвигах своих друзей, стараясь донести до каждого подростка, насколько важно быть готовым к защите Родины. Афганистан никогда не забудется. Останется всегда в памяти и в сердце каждого. Также гости рассказали ребятам о том, в каких условиях приходилось сражаться, о мужестве и героизме наших солдат, многие из которых были совсем мальчишками. После призыва в армию они сразу попадали на войну. Война оставила неизгладимый след в душе тех, кто тогда воевал. Несмотря на прошедшие годы, боль от увиденного на той войне до сих пор жива в сердцах ветеранов. После встречи ребята делились впечатлениями. Диана Майборода считает, что на таких встречах должен побывать каждый школьник. Я считаю, что нашему поколению это очень важно знать о том, как были войны, как они проходили. Ну и очень интересно познакомиться с людьми, которые прошли через это, пережили это, могут рассказать нам. Считаю, что нашему поколению это очень важно. В завершении встречи школьники почтили память погибших минутой молчания. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».